Всем привет, вы на канале Суперкит. Сегодня на обзоре будет USB-флешка от Silicon Power. Модель Marvel Extreme M80. Имеет заявленные скорости работы на чтение 1000 Мбайт в секунду, а на запись до 800 Мбайт в секунду. Заявленные 1000 Мбайт в секунду на чтение это уже не просто флешка, а настоящий карманный SSD. Подключается в порт USB 3.2 второго поколения. Гарантия 5 лет. Модель выпускается в трех вариантах емкости на 250 Гбайт, на 500 Гбайт и на 1000 Гбайт. Конкретно мой экземпляр на 500 Гбайт. Корпус алюминиевый с пластиковым колпачком. При подключении к чему-либо есть тусклая индикация красного цвета на противоположном торце от USB. Флешку можно подвесить на шнурок. Размеры с колпачком 68,5 мм в длину, 17,8 мм в ширину и 8,2 мм в толщину. Вес 8,5 грамм. Флешка имеет классический штекер. Для начала подключу в разъем USB, который имеет пропускную способность в 5 Гбайт в секунду. В теории это 625 Мбайт в секунду, но на практике упор в таких разъемах происходит в значении 450 Мбайт в секунду. Именно такую скорость можно видеть при тесте в CrystalDiskMark и близкие к этому значения в программе HDTune. Флешка отображается в программе CrystalDiskInfo как NVMe SSD, показывая все атрибуты твердотельного накопителя. И смарт, и наработку, и сработанный ресурс. Тест на запись в AIDA64 начинается со скорости чуть выше чем 400 Мбайт в секунду, но через 5% емкости, что составляет 25 Гбайт, скорость падает до 270 Мбайт в секунду. Как и ожидалось, разъем USB 3.1 стал бутылочным горлышком, но даже в таких условиях флешка показывает достойные результаты, особенно в коротких задачах. Системная плата с сокетом 1200 чуток устарела на фоне новых предложений, но по-прежнему она еще очень актуальна, а поскольку была не самой дешевой в свое время, то обладает портами USB на 10 и 20 Гбайт в секунду. 10 и 20 Гбайт в секунду это в 2 и в 4 раза выше, чем возможности привычного USB 3.0. Порт со скоростью 20 Гбайт в секунду на данной системной плате предполагает его вывод сторонними возможностями. В связи с этим я решил обновить вывод USB портов на лицевую панель корпуса. В обновленном варианте, кроме обычных USB 3.0, теперь будет еще и Type-C на 20 Гбайт в секунду, а также аудиовыводы под наушники и микрофон. Все эти разъемы будут подключаться непосредственно к системной плате и работать напрямую от нее, а не размножаться как в случае с USB хабом. Кстати о погоде. Уже сейчас можно видеть, что температура уходит за 60 градусов. Если в полноформатном SSD есть относительно флешки большой корпус, который является радиатором и неплохо отводит тепло, то у флешки размером 6 см такого преимущества нет. Не знаю повлияет ли нагрев на троттлинг и падение скорости, возможно на очень длинном интервале записи, но пока я этого не заметил. CrystalDiskMark показывает скорость чтения 1039, а скорость записи 868 Мбайт в секунду. Это прекрасный результат. Жаль, что не на всей поверхности такая скорость записи. В AIDA64 отправная точка это 822 Мбайт в секунду. Все через те же 5% скорость падает до значения 260 Мбайт в секунду, а на отметке емкости около 17%, где-то 80 Гбайт, скорость спускается до значения 220 Мбайт в секунду. И еще одно падение происходит после 80% от емкости до значения 200 Мбайт в секунду. Возможно это то самое влияние температуры. Дальше уже на этой планке держится до конца записи всей флешки. Вот такие тесты получились по итогу. В любом случае, даже если отбросить небольшой участок записи со скоростью 800 Мбайт в секунду, так как он действительно был недолгим по времени записи, и считать, что скорость записи все время была 200 Мбайт в секунду, это все равно отлично. Тем более, если кому нужны более высокие показатели по скорости, то я уверен, что это не самый быстрый накопитель среди существующих. А если нужно что-то записать до 25 Гбайт, то вообще скорость будет просто космос. Я не успел полностью сойти на SSD до их подорожания полтора года назад. Теперь смотрю на новые цены и жду, когда они хотя бы вернутся к тому, что было тогда. Уже зная, что нужный мне накопитель стоил 7000 гривен за 4 терабайта, я вряд ли соглашусь с ценой 11-14 тысяч гривен. Я уже продал свой внешний жесткий диск на 2 терабайта, часть информации дублирована на флешке из видео, а часть, к сожалению, пока что не сохранена нигде, кроме жесткого диска в основном компе, который, кстати, остался у меня последним из всех жестких дисков, которые были. Уже везде только SSD. Внешний SSD также хотелось бы приобрести. Менее чем на 2 терабайта в моем случае смысла вообще нет. Но даже 2 терабайта это близко к тому, сколько у меня есть информации, а это заставляет смотреть на емкость в 4 терабайта. С ростом объемов информации необходимость в быстрых скоростях неминуема. При копировании даже 10 гигабайт не хочется ждать 10 минут. А на запись емкости, которая исчисляется в терабайтах, не хочется тратить несколько часов. Silicon Power Marvel Extreme M80 это решение для тех, кто ищет компромисс между скоростью SSD и компактностью флешки. В качестве замены внешнему жесткому диску на пару сотен гигабайт отличный вариант. Да, при длительной записи скорость падает, но для повседневного использования более чем достаточно. Высокие скорости это только про SSD. Например, жесткие диски могут выдать в пределах 150 мегабайт в секунду. Причем, так же как и SSD, у них максимальная скорость не на всей поверхности. И эта скорость будет только падать. Кстати, для меня это вопрос без ответа, почему плотность записи растет, а скоростей внутренних винчестеров по-прежнему не достигли отметки даже в 300 мегабайт в секунду. Ведь по использованию SSD можно убедиться в том, что порт SATA 3 может давать скорость 500 с плюсом мегабайт в секунду. Ссылки на полезности в описании. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях. Постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч!